Приветствую вас. Я бы начал бы свой ответ с того, что сразу сделал акцент на двух аспектах. Вы либо начинаете бороться, то есть пытаетесь быть сильной, пытаетесь быть сильнее всех, да, вот, то есть пытаетесь просто наращивать физическую силу, но здесь никто не гарантирует, что на любую силу не найдется кто-то посильнее, да, либо вы уходите в экзистенциальную такую сферу и работаете над изменением своего отношения к себе и к другим людям в целом, потому что ваша позиция, позиция о том, что несправедливость в распределении физической силы в природе, это звучит как что-то не переснятое до конца в детстве, то есть был какой-то очень яркий эпизод несправедливости по отношению к вам, вы его не разрешили и с тех пор осталась вот такая реакция на данное обстоятельство и вообще на любые ситуации, случаи, когда кто-то вас сильнее. Вот, но на самом деле решать здесь только вам. Дальше. Как преодолеть несправедливость в распределении физической силы в природе? А никак. Это не несправедливость даже. Каждому человеку от природы дано что-то свое на уровне физических и психических способностей, и было бы неразумно полагать, что все люди должны быть равными в этом. Вот. То есть вам нужно перестать считать это несправедливостью, а вам нужно начать считать это нормальным, естественным. Но, если вы будете считать это нормальным и естественным, то тогда уйдет ваша позиция жертвы, которая вам, скорее всего, что-то дает. Нет смысла говорить, что в современном мире все можно решить интеллектом. Нет. Нет. Далеко не всегда. Ага. Далеко не всегда можно все решить интеллектом. К сожалению, есть такие ситуации, где интеллектом можно решить далеко не все, и нужно применять силу. Но силу применяет грамотный человек только для защиты себя и своих близких, не для агрессии. Мы живем в России, а я еще и в довольно подпредственном городе, где угрозы при конфликте производят на быдло общее впечатление, нежели остроумные реплики. Ну вот видите, вы уже навесили на кого-то ярлык быдла. Что это ярлык. Это означает, что кого-то вы считаете не в порядке. То есть, людей считаете неблагополучными, что с ними что-то не так. Это позиция деструктивная. Ну, помимо того, что вы вешаете на людей ярлык, да, что они быдло. То есть, они могут действительно вести себя как-то так, как вам не нравится. Но, во-первых, каждый человек индивидуален. Во-вторых, как бы они себя не вели, пока вас это не задевает, они могут вести себя как угодно. А если вас это задевает, то я полагаю, что здесь должна быть своя стратегия поведения. Но, если вы считаете себя лучшим человеком, чем они, да, то, как минимум, нужно перестать вешать ярлыки. То есть, принижать других людей. Другой вопрос, другой вопрос, что вы этого делать не можете. Потому что у вас позиция такая, что со мной плохо что-то, да, я не в порядке, я не такая. Вот, и с другими людьми тоже всё плохо, что же не в порядке. Вот, и эта позиция сформировалась у вас в раннем детстве. Ещё вместе с вашими, по отношению к родителям, скорее всего. Дальше, значит, угрозы при конфликте производят на обыдло большее впечатление, нежели островные реплики. Нет, просто вы не нашли тех реплик, которые на них произвели бы впечатление. То есть, вы не говорите на их языке. Это разные вещи. Я терпеть не могу, когда меня задевают. Так, ну, если вас что-то задевает, то это, скорее, ваша проблема. То есть, это проблема построения личных границ. Есть границы физические, есть границы психологические. Психологические и физические границы нужно защищать на физическом уровне, да? А личные границы нужно защищать на психологическом уровне. Это два разных уровня, каждый из которых напрямую зависит только от вас. То есть, если кто-то вас задевает, то человек, как правило, не преследует цели вас задеть. Много какая-то другая цель. Нести добро, значит, удовлетворить свои желания и так далее. Цели, как именно нанести вред, у человека нет. Да, он вред наносят, да, он пренебрегает, пренебрегает, там, вами, например, вашими границами. Но, но, именно специально задеть вас, чтобы задеть, такой цели люди, скорее всего, не имеют. Есть исключения, люди пытаются задеть специально, но это в основном является самоцелью только тогда, когда... Либо это используется как источник смеха, либо как такой специфический источник самоутверждения. То есть, вы всегда можете заметить, когда человек пытается именно вас задеть и сделать это самоцелью. Вот. То есть, как бы, если в данном случае вас тоже задевает, то я полагаю, что вы не уверены в себе и не принимаете себя до конца. То есть, когда вас задевает, это болезненно для вас. И вот эта болезненность, это ваша ответственность. Это ваша ответственность. Дальше. Если кто-то подбирает мои права и свободы, в чем бы они не выражались, то я думаю, было бы очень эффективным, если бы я был мужчиной, высокий, 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 сильным. То есть, внушительным. Это ведь проще дать по морде и все. Считать святыми. А то, что это нарушение законодательства, то, что вы применили насилие. То, что у самообороны есть определенные границы. Да? Вот. Это, видимо, вы не учитываете. И здесь, конечно, выражает, здесь, конечно, выражен такой посыл. Агрессия. То есть, я не умею договариваться, я не хочу договариваться, я не считаю себя настолько хорошей, настолько, настолько самодостаточной, чтобы договориться с кем-то. Я не считаю других людей. Такими с ними тоже можно договориться. И поэтому я предпочитаю, как бы, насилие. Насилие. Ну, насилие ведет только к еще большему насилию. Я полагаю, вы это знаете. Наверное. Вот. Другое дело, если человек, если человек к вам пристает, да, тут можно себя защищать, да? То есть, можно, там, его остановить, можно, там, его успокоить и так далее. Вот. Но, опять же, у любого насилия должна быть своя граница. Ага. Вы пишите. Я от природы довольно худощавая девочка. Как мне противостоять на отвиску неприятных личностей в ситуациях, где я, когда я блестящая, бы решила что-то кулаками. Ну, смотрите. Первый вариант вы, в принципе, уже реализуете, да? Занимаетесь боевыми искусствами. Правда, здесь дело, опять же, не в грубой силе, а, скорее, в болевых точках. Найдете болевые точки, сможете любую силу сразу компенсировать, да? Вот. Ага. Второе, это занимать определенное место в обществе, в котором вы находитесь. То есть, нужно быть у людей на счету, да? То есть, нужно настолько себя уважать, настолько себя ценить и вести себя адекватно тем людям на понятном им языке тела, там, на понятном языке невербальных каких-то сообщений, да? Чтобы эти люди понимали, что вас очень не трогают. Да. Можно, нужно, скорее всего, будет показать силу. Вот. Но очень важен контекст, в который вы ее показываете. Либо, есть еще третий, третий вариант. Вы, просто-напросто, ищете себе мужчину, который бы вас защищал. И вот здесь, скроется, на мой взгляд, еще одна серьезная проблема. Вы ничего не говорите про мужчин. То есть, такое впечатление, что отношения с мужчинами вы даже не воспринимаете. А это значит, что, скорее всего, мужчин вы сторонитесь. Это значит, что, скорее всего, мужчину вы недолюбливаете. А это, в свою очередь, означает, что у вас есть запрет на взаимоотношения с мужчинами. И именно это, возможно, и является причиной всего вашего конфликта. Вот. Дальше. Пример. Конфликт в общественном месте, где можно решить что-то физически. За шиворот выкинуть, например, кого-то, откуда-то таких ситуаций было куча. Зачем в общественных местах кого-то выкидывать? Это беспорядок. Это нарушение законодательства. Так, вы пишете, начиная со школы, где меня любили донимать мальчики, которых я не могла побить как следует. А зачем, опять же, бить? Если вас любили донимать мальчики, значит, у вас было поведение жертв. Поведение жертвы – это безответственность. Это отсутствие ответственности за себя. Любые люди каждый человек донимает для определенной реакции. То есть, если кто-то с вами спорит, ему нужно, чтобы вы не соглашались. Как только вы согласитесь, человеку пропадет интерес с вами спорить. Если мальчики донимали вас, чтобы вас разошлить, например, и вы злились, они получали то, что хотели. Понятно, что если вам приходилось сталкиваться с физическим насилием, это совсем другое. Но я говорю именно про такого рода. Здесь работает принцип амортизации. Вы можете почитать о нем в интернете. Вот. То есть, вы пытаетесь противодействовать, противостоять тем, кто ведется с вами так и так. А это деструктивный путь. Дальше, равного защитника у меня не было. Понимаете, вот это перекладывание ответственности. У вас могли быть подружки, с которыми бы вы, например, были вместе, да, и в компании с ними, да, вы могли бы противостоять мальчикам, например. В компании с подружками мальчики бы вас не донимали, но вы почему-то были одна, да. Вот. А дальше, значит, когда какое-нибудь мерзкое лицо мужского пола дорывается до меня или того хуже бравирует своей смелостью, основанное только на физическом преимуществе. Но опять же, опять же, понимаете, все это какое-то соперничество. Все это какое-то соперничество с мужчинами. Если человек бравирует своей смелостью, если человек дорывается до вас, значит, у него больше никакой ценности своей и нет. Понимаете? И она ему не нужна. То есть, примите за акциомы, что другой человек делает то, что он может. Такие у него возможности. Ну, и до тех пор, пока физически к вам никто не пристает, да, физически, вы можете сколько угодно показывать мужчине, что он полный ноль, например. Что он никто, что он ничтожеств. А физически себя можно защищать. Более того, это на начальных этапах, чтобы вы почувствовали себя увереннее. А после, после этого, вы можете, наоборот, показывать людям, что с ними все в порядке. Показывать им, что они могут, показывать им их, так сказать, возможности самостоятельно. Но для этого вам нужно сперва самой реализоваться, для этого вам нужно сперва самой заниматься тем, что вам нужно раскрываться полностью. Понимаете? Использовать на всю именно свои возможности, свои способности. Вот. А так, ну, вы знаете, проще всего сказать, что я живу в посредственном городе, где ко мне все пристают, что я худощавая девочка и так далее. Но я уверен, что у вас есть перед глазами пример, где такая же девочка, как и вы, только в такие ситуации не попадает. Так, терпеть не могу, когда у кого-то преимущество в силе. Ну, вот это вот неумение ваше быть слабой, этот ваш драйвер, драйвер будь сильный, он требует корректировки. Чувствую себя подавлено, а это потому, что вы испытываете вину за то, что не можете быть сильным. То есть вы не разрешаете себе быть слабой, это ваша основная проблема. Кстати, мужчины могут к вам приставать именно потому, что вы с ними конкурируете. Мужчины не обращают внимания на женщин, которые с ними не конкурируют. Так, не думаю, что против бутылок и против маргиналов существуют психотехники. Да нет, почему? Существуют, например, НЛП, но вопрос в том, насколько это адекватно. Вот, смириться и терпеть, нет, это тоже не вариант. А на самостоинке сказывается? Ну, вот то, что на самостоинке сказывается, это опять же ваша ответственность, понимаете? То есть смириться, это значит принять, да, принять то, что происходит. Ага, если вы делаете это сознательно, то это потому, что ничего другого не остается, самооценка ваша никак не задевается. А самооценка, она вообще никак не задевается, если человек что-то делает сознательно, и если с ней, с самооценкой, все в порядке, то то, что у вас сказывается что-то на самооценке, и в своих глазах вы выглядите тряпкой, да, это опять же, скорее, ваш внутренний конфликт, который, скорее всего, был всегда. От которого вы просто пытаетесь бежать, который вы пытаетесь заглушить, может быть, но он всегда есть. Дальше. Вы выносили подчиняться другим, но более сильным. А почему вы вот именно подчинение воспринимаете так буквально? Допустим, есть люди, которые, не обладая соответствующим интеллектом, да, и соответствующими способностями, имеют определенную силу и власть, да? И мы принимаем как реальность тот факт, что эти люди есть, и адаптируемся к этому, если не можем ничего изменить. Если вы можете что-то изменить, меняйте. Ориентируйтесь на сцену, ориентируйтесь на последствия, меняйте. Если нет, нужно адаптироваться. Адаптирование – это не смирение. Адаптирование – это поиск окольных других путей, путей для достижения своих целей. И здесь зависит только всё от вашей широты мышления. Так, что бы вы мне посоветовали не столько как психолога, как люди, будь вы на моём месте, допустим? Ну, это вы предлагаете нам поставить себя на место человека, не психолога. И в моём случае я, будучи мужчиной, должен представить себя женщиной. Это довольно интересное предложение. Вы знаете, я отвечу вам на ваш вопрос. То есть, я не буду ничего советовать, потому что я не имею права это советовать. Как психолог, как психолог я живу, я здесь всё-таки, всё-таки работаю. Да? Вот. Но, будь на вашем месте, я бы начал изучать позитив. Я бы улыбался людям. Я бы акцентировал внимание на их плюсах, на их достоинствах. Я бы давал им какие-то позитивные обратные связи. Чтобы люди во мне видели что-то хорошее. Вот. Я бы относился с юмором к тому, что ко мне пристают. То есть, я бы не отталкивал этих людей агрессивно, да? А я просто относился бы к этому с юмором. То есть, одновременно давая надежду, но в то же время и показывая, что я не готов. Не готов к сближению. Вот. Вот как бы поступал я в этой ситуации. И я так делал. Я так делал. Я так делал. Неоднократно. Другой вопрос, что так же. Я при разговоре с людьми, которые, ну скажем так, более когнитивно просты, чем я в том или ином вопросе, я использую поиск противоречий. То есть, я ловлю людей на противоречие. Вот. Это с одной стороны выводит их из себя, но с другой стороны позволяет им перевести акцент с меня на себя. Это тоже можно рассматривать как вариант. Но это нужен навык. Это нужен навык. Вы ведь не будете отрицать, что природа нам всем дала не пору. Я по смыслу с вами не согласен. По форме, по форме, да, по смыслу нет. Природа, она дает нам то, что нужно каждому человеку. У каждого человека есть свои способности, которые присущи только ему и свои таланты. Не может, например, генерал, да, то есть, ну, талантливый, например, полководец, талантливый генерал, талантливый оратор. Не может стать, например, олимпийским чемпионом по, там, конькам, да, или по бегу, или там почему-то еще. И наоборот. То есть вам, вы все время идете не в ту степь, вы все время пытаетесь играть не на своем поле. Вам нужно на себя ориентироваться и расширить свои способности. Понимаете? Вот. Тогда вы не будете думать, что природа дала не пору. Ну, и перестаньте сравнивать себя с другими. Я понимаю, что от моего такого, от моей такой рекомендации вы это делать не перестанете, но если вы осознаете, что проблема в вас, например, или если вы увидите, что проблема в вас, то первое, от чего нужно избавиться, это от сравнения с другими людьми. А поскольку этому научили вас в детстве, то, соответственно, начинать нужно именно с детско-родительских отношений. Так. Дальше. Да, у меня есть комплекс слабости, но убери, убери даже его, ситуация с подавлением слабых никуда не денется. Понимаете? Подавить, подавить можно только того, кто позволяет себя подавлять. Слабого, слабым человеком, человека можно назвать только в том случае, если он действительно слабый, если он так себя считает. Так что нет, убрав комплекс слабости, вы перестанете, вы перестанете волноваться по этому поводу. И вот здесь вы пишете, в этом я убеждена. Как вы можете быть убеждены, если вы не психолог, не знакомы с психологической наукой, и вы не знаете этих тонкостей? Как вы можете быть в этом убеждены? Или вы когда-то жили без комплекса слабости, что вы можете представить себе другую реальность? Нет? Нет, вы не можете. И я полагаю, что ваша убежденность, она вам чем-то выгодна. Вот, чем-то выгодна. Я так полагаю, что вы играете в какую-то игру психологическую. Вот, я пока не знаю какую, вы можете написать опять же в интернете психологические игры, посмотреть, может быть вы сами увидите, в какую игру вы играете. Так, и да, любая убежденность в чем-либо очень, очень, очень ограничивает восприятие реальности. Я начал заниматься боевыми искусствами, но даже кое-чему научившись, и будучи гораздо спортивнее, подготовленнее многих девушек, я сознаю, как далеко мне для тех, кто в более тяжелых категориях. Но об этом я уже говорил, болевые точки и так далее, и весовая категория не имеет никакого смысла. Еще хочу упомянуть аффективную агрессию, несколько раз у меня возникало подобное в таких моментах сил, как будто очень много, но быть в таком состоянии постоянности нет. Ну, аффективная агрессия связана с глобальной неудовлетворенностью вас, своей жизнью. Я думаю, что это определенный симптом вашего внутреннего конфликта. Вот, я думаю, что обиды на отца, который вас не защищал, который был слабым, скорее всего, вот. И от этого ощущение, что вы не нужны, что вы не достойны хорошего, хорошего отца. Вот, на это указывают многие факторы, ну, я надеюсь, вы понимаете. Так, дальше, в некоторых моментах пишите вы уже в дополнении. Так, есть люди, не ищущие виноватых, но, видимо, в силу характера мне нравится докататься до истины. Истины нет. Нет истины, нет правды, она у каждого своя, и когда вы поймете, это вам будет проще. Никакой, эээ, сакральной правды нет. Сколько людей, столько есть правды. Эээ, так, значит, эээ, так, ну, в данном случае, то, что вы занялись боевыми искусствами, это не значит, что вы пробуете и что-то делаете. То есть, не обязательно знать что-то, понимаете. Если вы занимаетесь боевыми искусствами для защиты себя, здорово. Но если вы вкладываете в это, в это, эээ, в них что-то ещё, помимо, помимо, надежды какие-то, значения, то этого уже нет. Эээ, так, правда, некоторых вещей больше, мы же в ответственности, так. Эээ, ну вот, да, родительские, родительские примеры, родительские примеры у вас отсутствуют, это да. Эээ, ну, но тогда опять нет без моей вины, что эталоны фиговые. Ну, эээ, вины, вины вашей нет, эээ, в том, что эталоны фиговые вообще ни в чём не виноваты, в принципе. Правда, ваша ответственность в том, чтобы жить хорошо, а пока вы живёте плохо. И надеетесь изменить, изменить людей путём конкуренции, сопротивления и борьбы. Так всю жизнь на борьбу потратите. Поэтому, поэтому ответственности в том, что эталоны фиговые нет. Ну, эталоны какие, какие бы они есть, какими бы они ни были, они есть. Вот. И из них нужно что-то брать, из этих эталонов. Так, эээ, значит, эээ, ну вот вы пишите, что когда начинаешь оказывать таким существам сопротивление. Ну, здесь опять идёт обесценивание, здесь опять идёт, эээ, навешивание ярлыка на людей, люди это чувствуют, кстати. Эээ, вот. Эээ, они могут и убить. Ну, вот, на случай, если они могут убить, то, я полагаю, нужно уметь себя, себя защитить. Эээ, допустим, хаму в общественном месте, которому не так просто здорово либо ставить на место, особенно если ты ещё на работе, много ограниченных и ограниченных средствах. А зачем хаму затыкать рот? Опять же. Зачем? Хамить? Хамить. Как это ваше дело? Да. Либо, либо, эээ, как бы, вы смейте его, 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 если можете. Либо, просто не обращайте внимания, ведь хам, хам, это человек, который нуждается в внимании, так называемый эстероид. Вот. Вот. Пока выдаёте ему внимание, он будет хамить. А любое сопротивление, это и есть внимание, означает, что человек не пустое место, что он что-то значит. Все люди делают что-то ради обратной связи. Эээ, так. Может быть, так вот, я не узнаю, так не могу переселиться в ушку. Ну, вы можете узнать своё поведение, вы можете узнать своё поведение, если поработаете с психологом. Любой психолог скажет вам про ваше поведение, любой психолог проанализирует его, любой психолог даст вам обратную связь. Другое дело, что у меня такое ощущение, что вы этого не хотите. У меня такое чувство, что вам это не выгодно. Эээ, так. Эээ, подруги не всегда могут меня запровадать. Да и сами понимают, они такие же женщины. Они женщины, но они могут дать отпор многим мужчинам. Так что здесь вы недооцениваете, опять же, себя в лице, в лице женщин. Ну, или женщин в лице, в лице себя. Себя, как хотите. Парень тоже не охранник, не для того я этого заложил отношения. Ведь, если вы ошибаетесь, парень, а мужчина должен защищать свою женщину. Ага. Эээ, так. Эээ, почему меня больше и не больше? Это я увидел, переехав в другой город и придя в новую школу. Там были другие объекты в травле. И до меня в новой школе этого дела не было. Эээ. Объект травлен. Это жертва. Всегда. Жертва это та, кто позволяет себе отдохнуть все. Жертва это человек, у которого есть внутренний кризис. И который кризис нужно разрешить. А значит лишь то, что в старой я чем-то не угодила к главарю. Так, я не очень понял. Сейчас посмотрим. Так. Это я увидел, переехав в другой город, там были другие. И до меня в новой школе дела не было. Значит то, что в старой я чем-то не угодила к главарю, за что он меня люто бешено ненавидел и на то все остальные шаги у меня. Правильно он вас ненавидел. Ну а. Это нормально, что вас может кто-то ненавидеть. Б. Люди, которые позволяют себя настроить. Это очень специфические люди. И. Вы не смогли с ним договориться. Вот. Не смогли, не хотели договариваться с человеком. Вот. И опять же вас это выдело. И снова вы говорите остальную шайку. То есть вы исключаете личностный фактор. Ага. Так. Сейчас есть, но раньше и правда не было таких. А. И что. Вот. Общайтесь с ними. В чем проблема? Ага. Так. Расиста. Как в стране мысли и беспредел. А разве есть сомнения? Опять же. Это нормальные люди. Я отрицаю на дебилов. Их очень много у нас. Снова. Снова это ярлыки. Снова это вот обесценивание людей. И это проектирование, это обесценивание самой себя у вас. Ага. Ага. Так. Значит. Ага. Бывают ситуации, где выходят только кулаки. Как способ поставить за себя. Здесь я с вами согласен. Вряд ли я бы просто так помахалый. Но скорее очень целенаправленно ограничивает. Ну вы знаете. Ага. Никто не знает. Что будет, если человеку дай силу. Так. Мужчина проявляет меня, проявляет в отношении меня к типичному мужику и подавляющую агрессию. Что позволяет чувствовать, наверное, то же самое животное на уровне, на эффективном уровне, опасаясь более сильного противопротивника. Но мужчина проявляет мучку и агрессию. А что вам мешать проявлять женскую мягкость и мудрость? Вот в чём вопрос. Я чувствую себя подавлен. Пусть я даже очень остроумно и извительно. Это я уже понял. Но иногда, когда уже всё остроумно и исчерпан, а тупица никак не отстаёт. Правильно. Потому что вы даёте им обратную связь. Если человек... Опять. Вы опять отрываетесь. Вы опять обесцениваете. Да, вы опять вешаете ярлык. Так вот. Если человек не остаёт, ему нужно внимание. Перестаньте давать ему внимание и всё будет в порядке. Соглашайтесь со всем. Общайтесь с ним. Отвечайте ему. Но односложно. Монотонно. Как будто вы не с ним. А если человек полезен, то, соответственно, вы знаете, что делать. Вот и всё. Нужно ответить оппоненту тем же, если в поведении он агрессор. Он и последовательно бросает вывод. Но отвечать женщине нечем. Здесь я хотел бы сказать о треугольнике Карпмана, который вам следует изучить. Вот. Ну а виктивность, виктивность точнее, виктивность это означает жертвенность. И вы ведёте себя как жертва. И именно поэтому вас зацепили эти слова. Ведь вы не берёте ответственность на себя сами. В этом вся и проблема. Что ж. Фима. По опыту могу сказать, что можно вам помочь, можно подкорректировать вас. Для этого вам нужно допустить, что всё ваше представление мира является неправильным. Всё ваше представление мира является деструктивным и анонимным. Для этого вам нужно по-другому посмотреть на людей, которые вас окружают. Если вы к этому готовы, если вы этого хотите, вам можно помочь. Если вы ищите способ давать опор, или вы пришли сюда за советом, как вам продолжать свою стратегию поведения, то, я полагаю, вы обратились к мне по адресу. Также, не по адресу вы обратились и в том случае, если хотите спорить или вести дискуссию. Психолог не тот человек, который ведёт дискуссию, который занимается дискуссией. Психолог работает с проблемой, которая есть у человека. У вас проблемы, я описал. Если вы считаете их проблемой, обращайтесь к любому из нас, мы вам поможем. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok